Первое в истории России земское собрание проходило здесь, в Самаре. Тогда на нем выбирали первого губернского главу. Им стал Леонтий Борисович Тургенев. Само заседание проходило в Большом зале дома Шалашниковой на пересечении улиц Казанской и Воскресенской. Сегодня это улицы Алексея Толстого и Пионерская. Само здание, к сожалению, до наших дней не сохранилось. Однако богатая история организации местного самоуправления как никогда актуальна. Назвать простую систему земских учреждений в России язык не поворачивается. В губернское и земское собрания входили так называемые гласные представители от землевладельцев, горожан и сельских обществ, уездов. К ним присоединялись духовенство и госслужащие. Нынешняя губернская дума – преемник собрания того времени. Самарская губернская дума, соответственно, является продолжателем и земского собрания, и Совета народных депутатов. Поэтому, показывая историю развития этого процесса, влияние общественного мнения, общественности на те процессы, которые происходят в нашей стране, это и является смыслом проводимого мероприятия. Учителя истории заявляют, есть чему поучиться у земских собраний того времени. Ну, это, конечно, местное самоуправление, больше роль, конечно, уделять местному самоуправлению. Чтобы все инициативы исходили не от чиновников, а от народа, было бы очень хорошо. В частности, например, по благоустройству города, там каких-то областных центров. Самое сложное – передать эту мысль подрастающему поколению, делятся педагоги. По статистике, школьникам гораздо интереснее изучать историю войн, чем историю экономики и развития структуры государственной власти. В помощь – большая программа выставок, экскурсий и лекций на тему краеведения, организованных при поддержке Губернской думы. Анастасия Зубарева, Максим Гусев, События.